В Беларуси начался сезон активности клещей и от их укусов уже пострадали несколько десятков человек по всей стране. Подобные обращения зарегистрированы и в Слуцке. Специалисты отмечают, что клещи обычно активизируются при температуре выше 5 градусов тепла, а с ее повышением активность паразитов нарастает. Врачи-эпидемиологи говорят, что в этом году пострадавшие от укусов клещей начали обращаться еще с середины прошлого месяца. Мы, конечно, не ожидали, что в этом году при сегодняшней холодной весне у нас появится первый случай в марте, но это уже случилось, потому что с последней декады марта у нас уже есть обращение по поводу присасывания клещей. Обратилось 13 человек. Люди достаточно информированные, они активные, и они пытаются провести еще, чтобы мы исследовали эти клещи. То есть уже 10 человек доставили клещи, снятые клещи для исследования на боррелиоз. Из 10 исследований клещей в 4 были положительные находки. За прошлый год у нас, кстати, было 553 обращения. Исследования клещей было более 200. И, в принципе, каждый год мы определяем, что это где-то, ну, за прошлый год это 37 с небольшим процентов клещей инфицированы. Есть такое понятие, как бы, бактериофорны. То есть, в принципе, ну, достаточно высокий процент. Также специалисты отмечают падение статистики подобных обращений в этом году в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Для того, чтобы максимально обезопасить себя от нападения клещей и связанного с этим риска заражения клещевыми инфекциями, специалисты советуют соблюдать определенный комплекс мер предосторожности и защиты. А в случае, когда избежать встречи с клещом не удалось, объясняют, каким образом необходимо действовать, что делать нельзя и куда обращаться за помощью. Что можно порекомендовать? Во-первых, одежду с длинными рукавами, с плотно прилегающими манжетами. Это рекомендуется, естественно, брюки, опять-таки, с прилегающими манжетами, высокая обувь, головной убор. И, наверное, я бы даже сказала, что оптимальный вариант – это был бы капюшон. И для профилактики рекомендуется самые взаимосмотры. То есть, посмотреть наиболее такие участки, куда может заползти клещ. И это нужно делать каждые полтора-два часа. То есть, если человек обнаруживает клеща, то, естественно, нужно попытаться его удалить. Ещё его нужно плотно прификсировать и такими вращающими движениями, чтобы в любую удобную сторону, но чтобы не оторвать хоботок клеща. Обычно обращаются в приёмное отделение, к травматологам и так далее. Они извлекают клеща и при желании пациента доставляется клещ для исследования. Но исследование производится на платной основе. Для профилактической цели травматолог или специалист, который извлекал клеща, он назначает профилактическую антибиотикотерапию. Это современные антибиотики короткими курсами и, в принципе, они дают хороший эффект, особенно если это делается в первые часы и в первые сутки после присасывания клеща. В апреле стартовал второй сезон республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году главной изюминкой творческих выступлений участников станет тема «Малой Родины». Этапы отбора прошли и в Слудской центральной библиотеке. Здесь прошел районный этап масштабного конкурса среди учащихся школ города и района. Желающих поучаствовать в творческом конкурсе и продемонстрировать свое выступление традиционно много. К примеру, в прошлом году в региональных этапах конкурса приняло участие всего около 13,5 тысяч школьников в возрасте от 6 до 16 лет. Мой слудский край, я б ты мне дорог, я тут родился и живу. Тебе не смог осилить ворох, тебе усе сученый заводь. Конкурс проводится для повышения интереса школьников к чтению, белорусской литературе и поэзии. А также одной из главных целей проведения масштабных кастингов является поиск и дальнейшая поддержка талантливых ребят. Проводится конкурс по взрослых группах – молодшая, средняя и старейшая. Там, безумовно, на каждом этапе свои потребования, ну и свои, безумовно, оценивания, шкала балов. Все понравилось, жюри отобрали какого-то ребенка. Что дальше его ждет? Значит, он будет удельничать в республиканском конкурсе. И за тем, когда он отримает звание переможца, его узнагородить путевкой в пионерский лагерь зубраня. А это очень интересно, приятно. Организаторы отмечают, что тема «Малой Родины» выбрана не случайно, поскольку в каждом районе есть свои интересные авторы. И благодаря подобному конкурсу дети могут открыть для себя какие-то новые произведения новых авторов. Возможно, именно это понравившееся произведение и будет выбрано участником для прохождения своего отбора этапа конкурса «Живая классика». Отрадно, что этот конкурс проходит под девизом «Малой Родины Беларусь», поэтому все наставники района города рыхтовали в учнях до конкурса читальников. Немаловажно для наших детей, наших учнях, молодого поколения, потому что мы говорим про свою родину не только в широком сенсии, безумовно, потому что родимая, как и мать, и у человека одна, а говорим и в маленьком, и в узком сенсии, то и в местечко, где они народились. И это важно, потому что мы, наставники, как никто и не формируем грамадянской патриотизм у детей. И вельми важно, чтобы они прониклись этим почувствием и отчували, и берегли, и шановали свою маленькую родину и одночасово уславляли свою великую родину. На минувшей неделе в Слуцке прошел областной совет директоров учреждений культуры Минщины. На повестке мероприятия значилась тема сохранения народных традиций и развития любительского художественного творчества учреждениями культуры Слуцкого района в контексте современных культурных процессов. На протяжении двух дней представители учреждений культуры Минской области знакомились с историей, слученными местными традициями, а также развитием сферы культуры этого региона и в контексте современности. Для гостей подготовили большое количество экскурсий по различным учреждениям культуры Слуцкого района, местным музеям и центрам ремесел. Так, например, в Слуцком городском центре традиционной культуры прошел аутентичный свадебный обряд со всеми главными атрибутами белорусской культуры. Другим разом, верхним разом, Александр Татьянов, поцелуйся. Помимо культурно-развлекательной части в программе мероприятия значилось заседание совета, где руководители учреждений культуры обсуждали усовершенствование работы клубных учреждений в современных условиях, а также рассмотрели основные принципы, на которых должна строиться культурная политика в регионе. 18 апреля в Беларуси стартовала республиканская акция «Дом без насилия». Правоохранительные органы совместно с другими ведомствами и общественными организациями проведут различные профилактические мероприятия. Их основная цель – способствовать решению проблемы насилия в семье и не допускать случаев жестокого отношения. Эта акция уже стала традиционной и проходит ежегодно. В этом году профилактические мероприятия, запланированные на время проведения данной акции, пройдут на протяжении 10 дней поэтапно. Запланированы встречи в трудовых коллективах, обсуждения во время проведения круглых столов и активное информирование населения в целом. Специалисты отмечают, проблема насилия в семье весьма актуальна для Минской области и требует вмешательства со стороны всех заинтересованных ведомств. Поэтому межведомственные рабочие группы посетят дома семейных агрессоров и проведут с ними профилактические беседы. В рамках проводимых мероприятий основное усилие сотрудниками РОВД уделяется профилактике насилия, связанного с семейно-бытовыми отношениями. Характерным является пример дежурных суток с 19 по 20 апреля, когда в дежурную часть Луцкого РОВД поступило 9 сообщений о семейно-бытовых конфликтах. В результате на все данные происшествия выезжали сотрудники милиции, все 9 правонарушителей были изолированы и содержались в изоляторе временного содержания до рассмотрения делом административных правонарушений судом. В отношении каждого из правонарушителей был составлен административный протокол по статье 9.1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают административный арест на срок до 15 суток. Необходимо отметить, что когда возникают такие проблемы и существует, скажем так, в семье такая проблема, как насилие в семье над тем или иным членом, необходимо однозначно как можно раньше обращаться в органы внутренних дел, чтобы мы принимали соответствующие меры воздействия в отношении правонарушителя. Не только изоляция и постановка на учет и вынесение защитных предписаний и так далее и тому подобное. Нам достаточно широкий есть спектр полномочий, что касается данного вопроса. Чем раньше различные профилактические мероприятия с правонарушителем начнут проводиться, тем, мне кажется, больше вероятность того, что данное воздействие будет иметь какой-то положительный эффект. И самое главное, что мы сможем избежать наступления более тяжких последствий, совершения более тяжких преступлений. Сотрудники милиции напоминают, по поводу фактов семейного насилия необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102, а также звонить на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. Номер телефона на вашем экране. Футбольный клуб «Слуцк» в топе. Сахарные одержали крупную победу в матче четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу против столичного «Луча», благодаря которой располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата. Один из тех случаев, когда итоговый счет не отражает реальной картины матча. Победа футболистов Виталия Павлова получилась хоть и крупной, но отнюдь нелегкой. «Луч» смотрелся организованно и навязывал активный высокий прессинг, поддушивая гостей. Тем не менее, отменная реализация собственных моментов явно добавила сахарным уверенности. К слову, именно реализация и была одной из главных проблем «Слуцк» в прошлом сезоне, особенно во второй его части, о чем не раз в послематчевых интервью говорил предводитель сахарных Виталий Павлов. «Дальняя, дальняя, дальняя, седьмой номер!» Уже на десятой минуте Евгений Шикавко после шикарной передачи «Секу-Думбия» убежал от защитников и счет открыл. Спустя 12 минут «Форвард Сахарных» организовал и второй гол в ворота хозяев, точнее автогол. Классную комбинацию с «Лучан» и прострел Шикавки замкнул защитник «Луча». Если в предыдущих обзорах мы по большей части хвалили игру и драгоценные сейвы Бориса Панкратова, который на старте сезона числится в статусе слуцкого супермена, но при этом хаяли действия сахарных в атаке, то в поединке против минчан они сполна компенсировали невыразительную игру в нападении и порадовали своих поклонников. А героем стал Евгений Шикавка, который примерил на себя роль настоящего фронтмена слуцкой рок-группы и довершил разгром. В концовке матча Игорь Бабко пролетел по левой бровке и отправил мяч точно в ногу Шика. 3-0. Игра была закрыта. 9-й номер слуцка был действительно хорош и вполне мог бы претендовать на звание лучшего игрока тура. Часто транжирящий свои голевые моменты в прошлом году Шикавка еще с товарищеских матчей предсезонки выглядел солиднее в аспекте реализации. В прошлом сезоне Павлов наигрывал Шикавку исключительно в роли чистого нападающего. Похоже, адаптация прошла успешно. Пока рано делать какие-то выводы, но этот сезон действительно может стать прорывным в карьере Евгения. Ребята проявили бойцовские качества. На первом тайме немножко передернули нас с этой 20-минутной паузы, пока разбегались. Но хорошо, что забили быстрые голы и довели встречу до победы. Немного интересной статистики и магии чисел. Победа над лучом со счетом 3-0 стала для Случан 300-й игрой на профессиональном уровне. Поздравляем команду. Также из пяти забитых мячей Слуцка в этом сезоне три на счету Евгения Шикавки, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата на данный момент. Еще два автоголы. Приятная для сахарных аномалия. Случание! 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 Если взглянуть на турнирную таблицу, здесь луч выглядит одним из главных претендентов на вылет прямо сейчас. Чего не скажешь, глядя на игру прошлогодних триумфаторов первой лиги. Думается, первые неудачи неопытные, но безусловно крепкой команды из Минска можно списать на адаптацию к футболу высшей лиги. Уже в ближайших матчах игроки Ивана Биончика должны показать свой реальный уровень. А вот Слуцк в следующем туре ждет поездка в Борисов. Не стоит лишний раз напоминать, чем закончился последний визит слуцких футболистов на Борисов арену. И какой дополнительной мотивацией должен стать результат той преснопамятной встречи. Этот фактор в сумме с хорошей формой команды Виталия Павлова на старте сезона может помочь сахарным показать качественный футбол и рассчитывать на пополнение копилки набранных баллов. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями в наших социальных сетях и на YouTube-канале Слуцк ТВ. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте интересные темы для репортажей. Журналисты нашего канала готовы разобраться в любом вашем вопросе. Берегите себя и всего вам доброго!